Подъехала скорая, а выйти невозможно. С мокрыми ногами. Я с палочкой хожу, инвалид. Еле дошла, мокрые ноги. Светлана Прудникова обратилась в редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи. Вместо дороги перед ее домом огромная лужа, которая скрывает еще и ямы. Как только начинаются дожди, территория около дома полностью затапливает. К подъезду не подойти. Приходится подходить только по отмостке. Но и здесь небезопасно. Над головой полуразрушенные балконы, а под ногами стекло. Справа от дороги, которая ведет к первому подъезду, ограждение. Грунт размыт. Асфальт постепенно уходит под землю. Здесь ливневка. Она, наверное, забитая. И вот из-за этого теперь ничего не сливается туда по трубам. А именно размывается, воронка происходит. Мы боимся, что пожилой человек туда может провалиться. То есть она постепенно больше и больше становится? Больше и больше, да, становится. Таким образом вода не уходит, а остается во дворе дома. Так люди уже живут примерно пять лет. Лужа постепенно увеличивается, как следствие, ямы и вот такие обвалы. Сейчас, если бы был дождь, вы бы наблюдали картину. Вся вот эта вот лужа, все стекает вот сюда, как сточечная канава. Там вообще не выйти, ничего нельзя. И скорая даже, как она пойдет, если вот почти о. За все время, пока мы общались с жителями, по дороге проехал только один автомобиль. Те, кто здесь живут, стараются объезжать этот двор. Водная гладь во дворе и резиновые сапоги всегда с собой. К сожалению, для жителей четырехэтажки все это уже стало привычным. Жильцы говорят, что обращались и в районную администрацию, и в управляющую компанию. Заявление не писала, но в основной форме. Я говорю, нам невозможно ходить. Стекла, вот эти кустарники. Единственное, что они подрезали кустарники и теперь следят за кустарниками. Стекла не убираются. Собирается ли управляющая компания принимать какие-либо меры? Идем в жилком сервис. Мы дороги вообще никакие не делаем. Ну, вы знаете, что там затопляет, да? Что там лужа перед домом? Да. Что они жалуются постоянно. Они как-то пытаются жильцы решить эту проблему. Жители должны обратиться к нам именно с заявками. Ни письменного, ни устного. Ко мне люди не обращались точно. 100%. То есть в управляющей компании не знают об этой проблеме. Начальник ЖЭО уверяет, что если будет обращение от жильцов в письменном виде с подписями, их проблему рассмотрят. А вот совсем другой ответ мы получили, пообщавшись с главой Володарской районной администрации Светланой Бледновой. Эту проблему мы знаем. Начиная с 2017 года у нас были обращения от жителей этого дома. Он оказался ниже уровня дороги по улице Красной Гвардии, как раз-таки откуда исходят к ним воды. И это не позволяет по воде уйти от дома. В 2017 году жителям было предложено принять участие в программе формирования комфортной городской среды. Но вот, к сожалению, только 52% жителей проголосовало за благоустроительные работы, что не позволило попасть в программу в первоочередном порядке. То есть скажите, что требуется сейчас от жильцов? Как им помочь? Мы обратились в комитет ЖКХ Брянской городской администрации с просьбой разработать техническую документацию по ремонту внутридворового проезда с учетом естественного водоотведения. Вопрос на контроль администрации района будет проведено на месте совещания с приглашением специалистов ЖКХ, геодезистов и дорожников, чтобы начать проектные работы по естественному водоотведению. Екатерина Зодина, Виктор Левченков. События. Брянск.